Поехали! Игрок на уровне Лалки в Mortal Kombat 11 все равно понял о чем идет речь. Хочется расширить ваш взгляд на игру, не все в этом файтинге определяет количество урона в комбо. Есть множество других факторов, которые вы упускаете из виду. Итак, что мы знаем общего о персонажах? У всех по 4 кнопки удара, из которых составляются серии, все они могут прыгать и атаковать в воздухе, все могут атаковать в приседе, в том числе и с апперкотом, сокрушительным ударом. У каждого есть подсечка, каждый может бросать и передвигаться рывками. На этом, в общем-то, и заканчиваются общедоступные опции. Но даже то, что я перечислил, бойцы делают по-разному. Подсечку кто-то бьет на месте, у кого-то она двухударная, а кто-то бьет сплошным хитбоксом. Одни броски оставляют врага рядом, другие далеко отбрасывают. А если говорить про дистанцию атак, а если говорить про урон? Но давайте по порядку. На что первое обращают внимание бывалые игроки в МК, когда оценивают персонажи, конечно же, быстрые меды, то бишь средние удары. Такие атаки попадают по противнику даже если он сидит, и это важно, потому что зачастую вскрывать защиту приходится с помощью бросков. И если оппонент приседает без блока с целью избежать броска, он рискует пропустить средний удар и, как следствие, целую комбу. Наиболее быстрые средние удары начинаются за 9 кадров. У Джеки Брикс такой мед еще и отлично достает и даже продвигает ее вперед. Более того, он быстро восстанавливается, что по сути делает его стаггером. Атакой, которую можно продолжать бить в блок, всего минус 2 кадра. Этот удар продолжается в комбо, и соответственно можно сделать пару ударов, убедиться, что вы попали не в блок и продолжить комбо с отменой в спецприем. То есть подтвердить попадание, конфермить. И это тоже важно, чтобы с быстрого меда можно было конфермить, потому что и у Сони тоже есть быстрый мед 10 кадров. Вот только этот удар ни во что не продолжается, а значит конфермить не получится. Вы не успеете за всего один удар отреагировать и понять, попали вы в блок или в хит. Сделаете отмену в спецприем на блоке и можете получить наказание в ответ. Поэтому одним из недостатков Сони является отсутствие быстрого меда, с которого можно было бы конфермить. Ее доченька такого меда не лишена. У нее, как и у Джеки, есть хорошо достающая ножка, которая продолжается в комбо. А есть, к примеру, Нуб Сайбот, тоже мид 9 кадров. Бьет тенью, то есть сам не подставляется под удар, даже продолжается в захват, с помощью которого можно закомбить. Но тут другая проблема, на блоке это можно наказать. Отличный 9 кадровый мид имеет Люкан. Мало того, что есть продолжение в комбо, так вы посмотрите еще на эту паузу после первой атаки. Вам кажется, что можно влезть, что он просто вам стагерит одним ударом, но нет же, следом идет комбо. Здорово и то, что после третьего удара в этой серии все еще можно сделать отмену в спецприем. Короче говоря, круто иметь в арсенале быстрый мид, с которого можно конфермить, потому что это дает возможность надежно и эффективно прессить оппонента. Не опасаясь того, что он присядет под вашей атакой, накажет вас апперкотом, либо перебьет покой. Если у персонажа нет такого удара, это можно считать недостатком, от которого страдают многие бойцы. Например, спаун, Джонни Кейдж, Синделл и так далее. Хотя в низ трио очкарика с преимуществом 17 кадров может спасти положение. Что еще делает персонажа более сильным? Ну, например, хорошая мобильность, которая в основном измеряется в эффективности дэши, то бишь рывков скорости передвижения персонажа и определенных спецприемов, которые эту мобильность могут обеспечить. Рывки, которые совершает один персонаж, могут отличаться по своей дистанции от рывков другого бойца. Игроки до сих пор офигевают от того, как быстро передвигается Рейн. Но вот кто из них делает рывки быстрее? Думаю, ответ очевиден. А скорость передвижения? Разве она одинаковая? Ну, сравните Скарлетт и Фрост. Из-за хорошей скорости передвижения на Скарлетт удобнее играть на расстоянии. Ну, к примеру, наказывать за промах. Ну, а из спецприемов можно вспомнить самые разные примеры. Рывки плечом и шадоу-кики хоть и помогают преодолевать расстояние, но чаще используются для наказания. А вот всяческие прыжки, перемещения в воздухе или даже телепорты могут создать выгодные условия в определенных противостояниях, ну, матчапах. Особенно ценятся те опции, которые позволяют перемещаться более безопасно, чтобы, к примеру, обходить зонинг. Зонинг и антизонинг. Разве не важно, чтобы персонаж имел хоть какой-то ответ на нескончаемый поток снарядов в свою сторону? Попробуйте позонить Скарпа или Саба. Телепорты заморозка вам обеспечены. Сделайте это против Шао Кана или Терминатора, и у вас, скорее всего, получится. В то же время сами они особо позонить не могут. Шао Кан мой любимый персонаж. Его снаряды хоть и средние, под копьем, правда, можно присесть вблизи, все же имеют большой стартап и восстановление. Отчего другие бойцы могут закидывать в него свое дерьмо и даже успевать заблочить встречный проджектайл. Ведь они у них восстанавливаются быстрее. Сочетание хорошего ближнего боя, неплохого снаряда и какой-никакой антизонинг-опции делает персонажа универсальным в использовании, и это высоко ценится в МК-11. Поскольку довольно часто случается так, что дистанция разрывается, и в ход идут не серии ударов, а уже ваши дальнобойные спецприемы, сильно разнящиеся по эффективности у разных персонажей. Далее хотелось бы поговорить о самих сериях ударов. Их количество у каждого персонажа может быть разным. У Кабал их крайне мало, у Сони Блэйд дохренища. Но нужны ли они и все? Конечно же нет, ибо среди серий у персонажей тоже есть как плохие, так и хорошие. Опытный игрок всегда отдаёт приоритет тому, что наверняка сработает. Вот взять, к примеру, Фрост. Казалось бы, неплохая серия. Такой сосулькой можно бить на расстоянии, продолжая во второй удар, и спокойно конфермить. И это действительно могла бы быть хорошая серия, но почему-то здесь имеется дырка для чистого блока на втором ударе. Умелый игрок может сразу перехватить инициативу, в то время как Люкан на своей средней серии такой дырки, ну, просто не имеет. И в блок эта серия не наказывается, там минус 6. Получается, что в одной серии есть уязвимость, а в другой нет. И пусть одна бьёт дальше, начинается-то она закономерно дольше, чем ближняя серия Люкана. Обычно дырки имеются перед ударом, который даёт преимущество на блоке, но здесь-то его нет. Зато преимущество даёт серия Скарлетт 4.4. 6 кадров, но дырки почему-то нет. Хотя она вроде как должна там быть. Ну, если ты что-то можешь получить даже в блок, то ты должен чем-то рисковать. В этом как бы суть баланса. Однако Канов после обновы, своей серии с продвигающего меда и плюс 2 получает, так ещё и не рискует ничем, ведь в его серии просто нет дырки. Зато она есть у Скарлетт, в её вперёд 3.4. Потому что она даёт плюс? Нет. Просто потому что. Вот такой дисбаланс можно найти в сериях персонажей. И, конечно же, выгоднее смотрится тот, у кого подобных изъянов меньше. На блоке не наказывается, дырок не имеет. На блоке наказывается, дырка есть после каждого удара. Какого хрена, непонятно. Именно поэтому дырявые персонажи а-ля Шао, Скарлетт или Фрост в Mortal Kombat 11 из-за механики атак чистого блока всегда смотрятся менее перспективно на фоне тех, кто не имеет такого недостатка. Напоследок ещё напомню, что серию Фрост через вот этот 11-кадровый средний удар улучшили в одном из ранних патчей. Раньше этот удар головой начинался аж 16 кадров. Крайне редко разработчики позволяют себе так менять фрейм-дату. Обычно подкручивают всего пару кадров. Следовательно, Фрост стала куда лучше как персонаж, потому что ей дали универсальный рабочий инструмент. Средняя серия, достаточно быстрая, досягаемость нормальная, безопасна на блоке, дырки для чистого блока не имеет. Помимо такого частого явления, как дырка для чистого блока, перед плюсовым ударом есть и другие. Например, удар сверху вроде как должен быть реагируемым. Но у Синделл же можно среагировать, у Волка тоже, да и у Скорпиона Оверхэд тоже реактится. Всё это начинается более чем за 20 кадров. Саб-Зиро и Терминатор передают привет. У одного 19, у другого 18. Это не реактится, по крайней мере в онлайне. У обоих есть возможность атаковать низким ударом, вот и угадывай, как ставить блок, стоя или сидя. Честно ли это? С одной стороны, да, потому что если угадаете, сможете наказать. С другой стороны, если не угадаете, вам никакой скилл не поможет. Такие миксапы, то бишь угадай механики, доступны не для всех представителей ростера. У кого нет ударов сверху, вынуждены постоянно бросать врага, чтобы хоть как-то пробить защиту, ведь противник то и дело сидит в блоке. Джонни Кейдж, Кун Лао попросту не имеют оверхедов, как говорится, не завезли. Приходится разводить разве что через Поко Спешл, а вот у Сони можно продолжить один и тот же удар через оверхед или через лоу. Делает её это сильнее, как персонажа, возможность вот так миксить атаки? Конечно же делает. Терминатор вообще имеет довольно много ударов сверху в своих сериях, и всё это может заменяться на низкий удар по земле. Здесь же и отмены в командный захват, против него никакой блок не поможет. Здорово, когда у персонажа есть такие разводки. Особенно, когда через них можно нанести высокий урон. Да, урон. Урон в комбо, конечно, тоже важен. В среднем у персонажа это где-то 30% за одно деление атакующего метра. Ну, надо же усилить спецприём, чтобы он подкинул противника или оглушил его. Но и здесь есть свои исключения. Кун Лао может вам оформить 28% без использования метра, потому что его волчок, э.к. Крутилка, вас подбросит просто так. Сони и вовсе отнимает 33%, что довольно круто. Причём я беру во внимание комбо, которые начинаются с быстрого удара. Потому что такой урон можно нанести в качестве наказания. В то время как Скарлетт или Джейд, пусть и подбрасывают вражин своими сериями, замахиваются довольно долго. Нехватка урона до сих пор остаётся проблемой для этих дам. Они тупо не наносят достаточно урона в комбо, потому что у них нет релаунч мува. И из-за этого не могут приблизиться к топам. Можно вспомнить Цитрион, которая, как и прежде, остаётся одним из лучших персонажей. Казалось бы, всего 20% урона с метром, правда это неотвратимый урон, потому что здесь нет джонглирования. И тем не менее, старшая богиня слишком хороша из-за отличных быстрых ударов с минимальным минусом на блоке. Вы у кого-нибудь видели удар на 9 кадров, который задевает на такой дистанции? Можно вспомнить разве что Джокера с его двойкой. Огромный арсенал спецприёмов, которые доконают вас на любом расстоянии. И почему-то дырок для чистых блоков нет там, где теоретически они могли бы быть. Но вернёмся к урону. Нужно же учитывать не только возможный урон в комбо, но и выполнимость сокрушительных ударов. Их несложно делать на Скорпионе, Сабзире или Бараке. Но вспомните Шаоканы, который вынужден ради своих условий КБ пыхтеть как паровоз. После обновы он получил дырку для чистого блока на F34 с минусом в 12 кадров. Что не позволяет сделать отмену ни во что и даёт возможность противнику наказать его полный комбой без атаки чистого блока. Впрочем, попытку сделать чистый блок можно обыграть отменой в более быстрый приём. Зато приёмы, пробивающие броню, у него одни из лучших. Получается, что каждый силён в чём-то своём, и вокруг этого, в общем-то, и строится какой-никакой баланс в Mortal Kombat 11. То есть на основе того, что делает большинство представителей ростера, мы примерно представляем себе, на какой дистанции должен бить удар с определённым количеством кадров. Но в некоторых аспектах каждый из персонажей чем-то выделяется. Здесь опять будет Шао Кан. Ну короче, очень похожие две серии. Вперёд 2-1 у Шао и вперёд 2-4 у Коттеля. Одна и та же дистанция, по сути, но серьёзное отличие в том, что Шао Кана вполне можно прочитать и влепить апперкот. Ведь его удары высоки. Коттель мало того, что бьёт быстрее на два кадра, так его удар ещё и средний. Именно поэтому вы постоянно видите одну и ту же серию. Она ненаказуема, лучше других продвигает вперёд и не имеет дырки для чистого блока. Её разве что получится перебить при первом ударе. Зато у Шао Кан есть отличный лаунчер назад 3, который некоторые персонажи при блоке на приличной дистанции наказать не смогут. Ну, например, Кабал. У этого парня нет наказания при солидном отталкивании, что по сути является его уязвимостью. Зато у него же нет ни одной дырки для чистого блока в сериях. И из подобного рода исключений состоит вся игра. Как раз сильные стороны своего персонажа нужно уметь использовать, чтобы навязать свою игру. Сокрушительные удары через серии в качестве контратаки или наказания сколько обычно наносят урона? Ну, либо 30%, либо чуть более 15% с подбрасыванием для комбо. Но почему-то Кабал сносит в своей серии какие-то жалкие 20% с нокдауном. Эром Блэк делает за 2 атаки оверхедом 28% и при этом практически не наказывается в блок. А Скарлетт рискует своим назад 2 ради 18%. В игре явно не все устроено справедливо, и это наводит на мысль. Если не рассуждать о том, что разрабы просто криво забалансили многие вещи, плохие, неэффективные приемы персонажа нужны просто за тем, чтобы вы понимали, насколько хороши аналогичные по своей сути, но более мощные приемы. В игре полно мусорных кастомных спецприемов, которые занимают 2 слота и явно их не стоят. Оглядываясь на них, вы можете сравнить их с другими, дающими вариативность, увеличенный урон в комбо, и в целом помогающими вам во многих матчапах. Как раз из-за того, что не все поддается общей логике, игру интересно исследовать. Ну, конечно, если не зацикливаться на поражениях в онлайне и ныть, что ваш персонаж днище, тогда, конечно, никакого интереса не будет. Научитесь лучше грамотно использовать те эффективные опции, которые у вашего персонажа имеются. Таковые есть у всех в ростере. Да, будет тяжело против определенных ребят, от контрпиков никуда не деться. Поэтому важно иметь в запасе второго бойца, который перекроет минусы первого. Это я вам говорю как человек, который играет на одном персонаже в лиге. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать по данной теме. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, зацените другие видосы, например, гайды в плейлисте обучения Mortal Kombat 11. Если вы нубас, они вам точно помогут подняться на средний уровень. Заглядывайте на стримы, всегда рад ответить на ваши вопросы. Играйте в Mortal Kombat красиво! Субтитры подогнал «Симон»!